Все, что нужно знать об этом четверге, расскажу далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте! Коалиционная агония парламентского большинства с громким названием Европейская Украина с сегодняшнего дня де-факто не существует. Чуть более года назад, состоявшее из 302 депутатов, сегодня оно превратилось в меньшинство. Добила коалицию самопомощь. Следом за Батьковщиной заявила о выходе. И вот почему. Визнати неможливым подальше перебивание объединения самопомощи в союзе с политическими силами, которые стали участниками олигархического переворота в парламенте, та прекратить участь в парламентской коалиции. Вдвоем, по самым оптимистичным прогнозам, БПП и Народный фронт коалицию не вытянут. Вы хоть есть, сообразить на троих, но одна беда. Третьим спасительным участником может стать до того их уже предавший. Какая заблудшая овца стала обладателем золотой акции? Екатерина Лысенко расскажет. Половина парламентского зала и сегодня пустует. Покинувшая ряды коалиции Батьковщина, утром не пришла голосовать. А самопомощь полдня в раздумьях, какую позицию занять. Пока решает, сессионный зал обходит стороной. Питание безвизового режима мы будем разглядывать от 16-го часа. А в том числе на прохание наших коллег из партии самопомощь. Они возьмут участь в этом голосовании и поддерживают эти законы. Ситуация непростая и сложная. Но вот стоит ли называть самопомощь коллегами по коалиции? Уже вопрос в кулуарах, с ними уже все простились. И пока одни на выходе, другие на входе. Мы готовы брать участь в формовании новой коалиции, в новой программе действий, в формовании нового уряда, который способен вывести страну с прервы. Мы готовы брать на себя ответственность за долю страны. Вот моя рука всем, кто думает о страну. Олег Валерьевич это уникальный человек. Знаете, есть такой замечательный мультик, там Винни-Пух, помните, и Ослики А. Они там играют со шариком, входят, замечательно выходят. И так далее, и так далее. Вот у нас политика украинская пока, к сожалению, мультяшная. На родном фронте не скрывают, а вхождение радикалов переговоры были. Но это решает вопрос только численности большинства. В случае, если в коалиции будет блок Петра Порошенко, Народный фронт и радикальная партия Ляшка, коалиция будет существовать, де-факто. И до Юрия. Но самое важное сегодня найти понимание между двумя большими фракциями, блоком Петра Порошенко и Народным фронтом. И как между фракциями? Потому что уже такой эмоциональный накал, что депутаты между собой начинают сперечаться, хотя этого раньше не было. Но как помириться с двум фракциям? Вопрос куда серьезнее. Блоки Порошенко считают, что коалиция распалась из-за бездействительности Яценюка. Ему ее и клеить. Яценюк сейчас должен принять одну из двух решений. Или предложить парламенту новый формат уряда и конкретный месяц план реформ. И второй вариант. Он осуществляет, что у него нет команды, которая поддерживается большинство парламента. Он понимает, что он не может проводить законы, без которых никаких реформ не пойдет. И складывает себя повновешение. И тут как тут постановление об отставке правительства. Еще одно зарегистрированное в парламенте. Нам удалось с величезными боями зарегистрировать постанову про переголосование за отставку уряда, потому что оно проходило с порушением регламента. Наша главная причина и аргумент был, что была порушена процедура роздата в комитетах. И она была внесена сразу с голосом. К слову, и Добродомов, и мы все вместе с коллегой Матковским сегодня тоже вышли из коалиции. Написали заявление. А Батьковщина призывает и остальных нардепов персонально уходить из большинства. Мы ожидаем от всех, кто сегодня борется с коррупцией, борется с кланами, гучно выступает на всех ток-шоу. Мы ожидаем не болтовни, а реальных действий и реальных кроков. И сразу хочу сказать, знаючи все пропагандистские трюки, я не претендую на посаду премьер-министра. Наша команда не претендует на посаду ни одного министра. К обеду в Раду подоспела и самопомощь. После двухдневного раздумья депутаты окончательно решили, из коалиции уходят. Это не решение одного дня. Это не просто так, мы хотим или не хотим, мы выйдем или зашли. Мы прекращаем свою участь в коалиции, чтобы защищать украинский государственный острый. Менять правительство и дальше в планах самопомощи. А оппозиция тем временем акцентирует. Кто нанимал, тот пусть и увольняет. И премьера, и министров. Пусть они сами голосуют. Они создают коалицию, выходят из коалиции. Ведь и Батьковщина, которая сейчас намеряется выйти, и самопомощь, и радикальная партия голосовала за этот уряд, подписывали коалиционную угоду и голосовала за программу правительства. Понимаете? Они несут солидарную ответственность за все, что происходит в стране. Они только правительство Ясенюка. Объединились депутаты только вокруг безвизовых законов. Их рада сегодня приняла. Ведь все-таки дедлайн. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Геннадий Анигенко. Подробности телеканал Интер. А вот нардеп от Народного фронта Татьяна Черновол, несмотря на то, что в коалиции сейчас каждый голос на вес золота, прогуляла сегодня полдня. Причина неуважительная, но очень уж интересная. Она собственным телом защищала честь однопартийца. Ради этого полрабочего дня провела в автомобиле общественных активистов. Те выступают против Сергея Пашинского, которого обвиняют в рейдерском захвате Житомирской кондитерской фабрики. Авто с надписями Пашинского в тюрьму уже несколько дней курсирует вокруг крады. В машину Черновол влезла в знак протеста. Водителя попросту вытолкала. На место прибыла патрульная полиция и даже медики. Но оказать помощь захватчице не смогли. Как-никак депутатская неприкосновенность. Спустя два часа Черновол посчитала миссию выполненной и сама покинула автомобиль. Мы уже не сопротивлялись, потому что я ее узнал в лицо. Она залезла на заднюю сидушку. Через окно? Да, через окно залезла сюда. Начала кидаться на моего напарника, потом на меня. Ну, я забрал ключи и вышел из машины. То есть я не знаю, какой адекватный человек или нет. А вот как этот инцидент прокомментировал в фейсбуке депутат Борислав Береза. Цитирую. Мы живем в дурдоме и пациенты в нем руководят. Я сначала думал, что это новость шутка, но в дурдоме не до шуток, написал Береза. Во фракции БПП старое и новое приобретение вернули в свои ряды скандального депутата Олега Барну. Такое решение единогласно приняли вчера на заседании в администрации президента. Я напомню, Барну исключили из фракции в декабре. После его выходки во время выступления премьера в парламенте. Нардеп принес Яценюку букет роз, а потом неожиданно обхватил его руками, приподнял и попытался оттащить от трибуны. Из-за этого в зале даже завязалась драка. И Барна, и другие обидчики премьера с сегодняшнего дня могут спать спокойно. Яценюк их всех простил, отпускал грехи на заседании Кабмина. Готов забыть даже жесткую порку во время отчета правительства в парламенте. Теперь, цитирую, только снова вперед, взявшись за руки с радикалами и остатками коалиции. Для тех же, кто от рук отбился о самопомощи, у Яценюка отдельный посыл. Я могу только поспевчевать им. Забыть про минулые образы. Взять в себе всю ответственность за долю Украины и идти, идти, идти вперед. Ну а вот политологи в эти успехи впереди слабо верят. Говорят, поменяв обертку, содержимое не изменишь. Что может вовести Украину из политического кризиса? Послушайте мнение экспертов. Новая коалиция будет не жизнеспособна. Ну хотя бы потому, что те же самые депутаты, если они не смогли договориться в прошлом формате, почему, если они поменяют фоложок с названием коалиция, они смогут договориться. То есть не получится работоспособной рады, которая, она не будет принимать законово, при этом президент ее не будет распускать. Это самый негативный сценарий. В этом плане выборы в середине осени, это может быть неплохим ответом на кризис. Мы видим, что все во власти сейчас между собой переругались. В коалиции все переругались, в правительстве все между собой переругались, в окружении президента все между собой переругались. Правительство Яценюка, которое стало сегодня токсичным для власти, оно стало токсичным и для президента, и для коалиции. Нужно переформатирование правительства, нужно переформатирование коалиции. И безусловно, нужно честно сегодня посмотреть правде в глаза и выходить хотя бы на досрочные парламентские выборы. Так как, с кем и куда маршировать? Сейчас советуются с президентом министры, делегированные в Кабмин по квоте БПП. Все ли готовы взяться за руки? Спросим у Геннадия Вирденко. Гена, приветствую. Какие у тебя новости с Банковой? Алексей, и так около часа президент Украины проводит встречу с министрами, назначенными по квоте его же фракции в парламенте, то есть блока Петра Порошенко. А это 10 министров и глава оборонного ведомства Полторак, министр иностранных дел Климкин и руководитель Министерства образования КВИТ, и также главы ведомств здравоохранения, соцполитики, инфраструктуры, энергетики. Состав более чем авторитетный. Кстати, и Айварас Абрамовичус, который обострил правительственный кризис, это тоже квота БПП. Нам удалось увидеть глав ведомств соцполитики Розенко и Минэнергоугля Димчишина. А оба не комментируют ситуацию. Димчишин только успел бросить фразу «посоветуемся». Бежал так быстро, что оператор даже не успел включить камеру. Ранее планировалась встреча указанных членов Кабмина с президентской фракцией. Вопрос, как те собираются далее работать в правительстве, которое не удалось отправить в отставку позавчера. По сообщению информагентства, в течение ближайших трех непленарных недель возможно вновь рассмотрение вопроса отставки правительства. В общем, ситуация с правительственным кризисом пока не разрешается, Алексей. Пока все, что мы знаем. Спасибо и за эту информацию Геннадий Вивденко о встрече президента с министрами, которые, напомню, попали в Кабмин по квоте блока Петра Порошенко. А вот другой министр агрополитики, который прошел в Кабмин по квоте самопомощи, когда она еще была в коалиции, оказался фигурантом скандала вокруг Артем Соли. Это предприятие «Монополист» на украинском рынке. Бывший директор компании заявил, Минагрополитики поставила на госпредприятие так называемых «смотрящих». Делом занимается Национальное антикоррупционное бюро. Что уже накопали детективы, нам расскажет Ярослав Кречко. Дело Артем Соли стало одним из первых для антикоррупционного бюро. Детективы подозревают, госпредприятие в течение двух лет продавало соль частным дилерам по заниженным ценам, а посредники сбывали ее вдвое дороже, в том числе и госкомпаниям. Убытки от этой схемы как минимум 37 миллионов гривен. Подлил масло в огонь и бывший директор Артем Соли Денис Фоменко. Мол, руководство Минагрополитики якобы приставило к нему своих кураторов. «Смотрящие» — это такое, наверное, не самое красивое слово в нашем государстве. Но это люди, которые неформально курировали предприятия. Они высказывали, что они хотят от нас, кто должен работать, какие предприятия, какие предприятия должны поставлять нам необходимые материалы для работы предприятия, какие дилерские компании должны работать с предприятием. Все обвинения бывшего менеджера Артем Соли опровергают и нынешние руководители, и министерство. Мол, таким образом Фоменко пытается скрыть свои нарушения. На предприятии института смотрящих нет. На предприятии оперативной деятельностью занимается менеджмент предприятия. В части стратегических вопросов развития предприятия мы взаимодействуем с министерством. При его шестимесячном руководстве была увеличена дебюторская задолженность в более чем в два раза, а это 220 миллионов гривен. При его руководстве подписан лично им был депозитный договор на сумму 1,2 миллиона долларов банки, который признан неплатижеспособным, как мы понимаем, уже деньги не будут возвращены. Но Денис Фоменко уверяет, депозит в проблемном банке оформлял предшественник, а в его бытность главой компании Артем Соль выполняла все плановые показатели. Когда мы работали, и это нравилось и Павленко, и Краснопольскому, и никто ничего не говорил, никто не говорил за какие уголовные дела. А потом, когда я просто не захотел с ними сотрудничать и идти на их установки, то, конечно, я стал плохим. Кто есть кто, выяснят детективы НАБУ. За присвоение, растрату имущества и завладение им грозит до 12 лет тюрьмы. Но вот кому конкретных имен пока нет. Минулого тижня отбылся обшук на предприятии. Нашими детективами наразе выучаются документы, тревают следующие действия. Тем временем в министерстве не скрывают. Оптимальным вариантом развития Артем Соли считают приватизацию. В том числе и потому, что за последние три года прибыль предприятия снизилась в несколько раз. Ярослав Кречко, Валентин Белич. Подробности. Телеканал Интер. Обвинения против беркутовцев, которые расстреливали протестующих на Майдане, объединят в одно дело и переквалифицируют как теракт. Об этом сегодня сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры. Сергей Горбатюк рассказал, что 26 сотрудников Беркута обвиняются в убийстве 48 евромайдановцев. А всего за два года удалось привлечь к ответственности более половины обвиняемых в силовом разгоне Майдана. Но среди них нет ни одного из государственных высоких чиновников. Соратников экс-президента Януковича, ответственных за организацию силового разгона. В Генпрокуратуре говорят, они не предстали перед судом, поскольку Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск людей, причастных к трагическим событиям во времена революции достоинства. От Верховной Рады Генпрокуратура ждет решения и по поводу еще одного важного закона о Государственном бюро расследований. Он должен вступить в силу 1 марта, но само бюро, которое будет расследовать преступления против Евромайдана, еще не создали. Нет ни следователей, ни руководства. ГПУ просит нардепов внести в закон изменения и отложить на полгода. Но у депутатов есть один день, чтобы это сделать. Иначе расследование майдановских событий может остановиться. Когда настроено его принять нардепы и что думают евромайдановцы? Вот комментарии. Я допускаю, что это может быть внесено максимум завтра по допрацюванию. Мы знаем, что есть термин обмеженный, и мы тоже этот закон плануем внести. В принципе, не допустимо такое отношение к законодавству. А тем больше в этом случае, когда люди фактически поклали свое жизнь за то, чтобы мы создали правовую государство, сами политики, которые пришли к владею, фактически на крови, в том числе людей, которые погибли, они не дают возможности довести до справедливого решения этих вопросов. В Донецкой области пограничники и сотрудники СБУ обнаружили хранилище боеприпасов. Во время спецоперации изъяли 4 гранаты, несколько мин и заряд от противотанкового гранатомета. Силовики регулярно наведываются в прифронтовые села. И вот в одном из таких рейдов побывала наш военный корреспондент Ирина Баглай. Село Новомихайловка, прифронтовое. Дальше оккупированы Еленовка, Докучаевск, но здесь уже понемногу забывают о войне. Ее слышно только вдали. Силовики время от времени приезжают сюда. Не воевать, скорее узнать о проблемах людей. Все эти действия направлены в первую очередь на общение с населением, настроение населения, проблематики с населением. То есть возможность передачи какой-то информации о проблематике населения для администрации, которая отсюда далеко находится. Ну и уже как второстепенная задача это пресечение незаконного оборота оружия. А где мы живем? Они на Украине. С роду украинских богов и балакали. С настроением в селе порядок. На удивление здесь почти не говорят на русском языке. И нет сомнений в какой стране живут. Люди в украинской форме на военной технике не пугают. А вот пропагандистские страшилки-прокаратели вызывают лишь смех. Они вежливо зашли, спросили то, что им надо. Я ответила, они пошли. Если они люди вежливые, я, кому же быть, короче, льду порой совершу. Задача силовиков проверить документы, выявить подозрительных людей и предупредить возможный прорыв диверсантов. Рядом тропы, по которым с той стороны могут пройти боевики в Гражданском. Впрочем, только этой задачей солдаты не ограничиваются. Вот такой урожай бойцы собрали на территории местного садового хозяйства. Тайник могли подготовить диверсанты. Вот это непосредственно само место, где было спрятано. Ну, а это, собственно говоря, что нашли. То есть часть еще лежит там, не обезврежена. Четыре гранатки есть. Днев запал, мина есть, вот там, против танковая. Осколочная мина, против пехотная. Мон-50. Рядом заряд от противотанкового ручного гранатомета. Новый, с маркировкой. Таких в Украине на вооружении нет, говорят специалисты. Найти тайник без своего боевого товарища Роликса пограничники не смогли бы. Он начинал на выбуховой речевине. Самый добрый собак и самый хороший. Трех патронов не ходит, только дальше. Все по трошке. За отличное выполнение задания Лабрадора наградили тут же, армейской тушенкой. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Василий Сачук из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Власти Турции обвиняют сирийских курдов в организации теракта в Анкаре, накануне унесшего жизни десятков людей. И даже называют имя смертника. Но вот пока турецкие спецслужбы расследовали одно нападение, произошло второе на юге-востоке страны. Подробнее обо всем расскажет Марьяна Зинковская. В центре турецкой столицы в этом районе находится резиденция премьера, несколько министерств, парламент и генштаб. Смертник взорвал свой автомобиль в вечерний час пик, в момент, когда колонна военных автобусов остановилась на светофоре. Погибли 28 человек, более 60 ранены. Иначе как терактом власти Турции это нападение не называют. Из-за трагедии турецкий премьер отменил свой визит на саммит ЕС в Брюсселе. От запланированной официальной поездки в Баку отказался президент. Расследование теракта они контролируют лично. И вот результат. Менее чем за сутки полиция задержала полтора десятка подозреваемых. И даже назвала имя исполнителя Салих Наджар, 23-летний курд из северной сирийской провинции. Нападение было организовано за пределами Турции совместно с курдской группировкой Сирии отряды народной самообороны. Пока что больше подробностей, откуда они пришли и как все организовали, я вам рассказать не могу. Но охотно поделиться такой информацией Даватоглу собирается с послами пяти постоянных стран-членов Совбеза ООН. США, Британии, Франции, России и Китая. Их созывают на встречу в Анкару. Турецкая оппозиция тем временем требует наказать не только террористов, но и сотрудников спецслужб, которые допустили трагедию. Бомба взорвалась в сердце Анкары, в квартале, который должны были охранять наиболее бдительно. Тем, кто отвечает за нашу безопасность, необходимо исполнять свой долг. Виновные должны заплатить за свои ошибки. Пока все силы турецких спецслужб и полиции были сосредоточены на расследовании теракта в Анкаре, террористы проявили себя на юго-востоке страны, в городе Диарбакир. Самодельное взрывное устройство сработало на пути турецкого военного конвоя. Погибли шесть человек, один тяжело ранен. В городе вот уже несколько недель правительственные войска проводят спецоперацию против боевиков, запрещенной в стране рабочей партией Курдистана. Так что в полиции подозревают, этот теракт тоже дело рук курдов. Но пока ответственность за оба нападения никто на себя не взял. Марьяна Зинковская, подробности, телеканал Интер. А вот против сына турецкого президента начато расследование в Италии. Билал Эрдоган около года уже живет с семьей в Болонье. Подозревают его в отмывании денег. Дело открыли на основании заявления одного турецкого предпринимателя и оппозиционера, вынужденного жить в изгнании во Франции. Он заявил, что Билал Эрдоган привез в Италию крупную сумму денег, полученных от незаконной деятельности. Защита сына турецкого президента отвергает все обвинения. В декабре минувшего года Эрдоган-младший уже рассказывал, откуда у него деньги. В интервью Каррера де ла Сера он поведал, что у него имеются пять ресторанов на территории Стамбула и компания BMZ, которой он руководит сообща с двумя своими родственниками. Брюссельские головоломки. В эти минуты главы стран ЕС ломают голову над двумя угрозами для Евросоюза. Что делать с нашествием мигрантов, которые хотят жить в Европе, из Британии, которая желает жить отдельно? София Гордиенко о поиске очень непростых решений. Саммит начался два часа назад, и надо отдать должное европейским политикам. Даже в драматичные моменты они сохраняют жизнерадостный вид. Предсаммитный посыл Жанна Клода Юнкера был вообще умиротворяющим. Я уверен, что дискуссия с Британией будет плодотворной, и она останется в ЕС. Самый немногословный премьер Британии Дэвид Кэмерон. Он приехал с ультиматумом, тут же его и озвучил, мол, или королевство играет по своим правилам в Евросоюзе, или вне его. Добрый вечер. Я буду биться за Британию, и если сделка будет для нас подходящей, соглашусь, но точно не пойду на уступки. Основные требования Британии – это урезание соцпомощи всем иностранцам, даже членам ЕС. Право витировать законы Евросоюза, если они не нравятся местным парламентариям. Здесь, в Брюсселе, ходят слухи, что коллеги Кэмерона пойдут ему на уступки. Главы государств разделились на тех, которые настроены серьезно, как, например, премьер Польши. Мы хотим договориться, но не любой ценой. И на тех, у кого более философский настрой, как удали Грибоускайты президента Литвы. Мы договоримся, рано или поздно. Что касается мигрантского кризиса, то, конечно, о нем тоже пойдет речь. Но тон уже будет спокойнее. С сегодняшнего дня корабли НАТО будут вести патрулирование в море и возвращать сюда с мигрантами обратно на берег Турецкий. Так что теперь ЕС сможет вздохнуть спокойнее и разбираться с теми, кто уже понаехал. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Брюссель. Этот саммит называют одним из самых сложных и важных в карьере Ангела Меркель. Мол, на кону репутация Германии как лидера ЕС и политическое будущее канцлера. Почему, расскажет Татьяна Лагунова. За 11 лет у власти Ангела Меркель привыкла. Дома все хорошо, большинство немцев поддерживают ее инициативы. Да и в Евросоюзе слово Германии решающее. Сейчас все иначе. Рейтинги канцлера падают. А у страны остается все меньше союзников в единой Европе. Причина – миграционная политика. В Брюсселе Меркель ждет не саммита, а схватка. Так провожали канцлера в командировку немецкие газеты. Расстановка сил совсем не в ее пользу. Некогда верные союзники Германии, такие как, например, Франция и Австрия, закрывают границы и вводят квоты на прием беженцев. А страны Восточной Европы вообще взбунтовались. И не стесняются в выражениях. Миграционная политика ЕС провалилась и привела к проблемам. Терроризму, насилию и страху. Наша позиция остается прежней. Поток беженцев нужно взять под контроль. У Меркель есть идеи, как это сделать. На саммите она планировала договориться со специально приглашенной Турцией, чтобы та лучше охраняла границу с Сирией и активнее боролась с нелегальными перевозчиками мигрантов. Но из-за теракта турецкий премьер отменил свой визит в Брюссель. Так что предложений у канцлера Германии мало. Это укрепление внешних границ ЕС и создание в Сирии бесполетной зоны. Вопрос квот на прием беженцев для всех стран ЕС она решила вообще не поднимать. Слишком рискованно. На саммите не будет идти речь о квотах. Это смешно назвать новые цифры, если мы до сих пор не смогли распределить 160 тысяч мигрантов, о которых договорились ранее. Это все равно, что делать второй шаг перед первым. Впрочем, эксперты говорят, у Меркель все же есть один козырь. Она может делать упор на европейские ценности и угрожать крахом Шенгена и развалом ЕС. Авось подействует. За саммитом ЕС внимательно следят и в Германии. Не только оппоненты Меркель, которым только дай повод покритиковать, но и ее соратники. В следующем году в Германии парламентские выборы. И в кулуарах официального Берлина давно шепчутся, стоит ли снова делать ставку на кандидатуру Меркель или уже пора подыскивать ей замену. Татьяна Лугунович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Надежда на новую жизнь. Фотография, на которой изображены беженцы, передающие ребенка через забор с колючей проволокой, получила главный приз международного фотоконкурса World Press Photo. Снимок был сделан 28 августа прошлого года на венгерско-сербской границе. Автор австралиец Уоррен Ричардсон. World Press Photo считается самым престижным международным фотоконкурсом. Эта премия вручается с 1955 года. Продолжаем подробности. И вот, что узнаете из второй части выпуска. Ответ за смертельную погоню. Столичные судьи решают судьбу патрульного, застрелившего 17-летнего парня. Прямое включение из зала суда. Удар с воздуха. Кто поджег запорожские склады с боеприпасами? Конец недельной блокады. С сегодняшнего дня украинские и российские фуры начали возвращаться на родину. Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что из Украины в сторону Румынии проехали 22 российских автомобиля в сопровождении полиции. И как рассказал тот же Пивоварский, из России в Украину вернулись около 40 фур. Правда ли, что нашим дальнобойщикам уже дали зеленый свет? Узнаем у Руслана Смисчука. Он на связи со студией. Руслан, я тебя приветствую. Что ты увидел? Проезд действительно свободен? Здравствуй, Алексей. Первую партию украинских фур, это около 30 грузовиков, российские власти выпустили сегодня днем. Они направились на границу с соседней Сумской областью. Как нам перед эфиром сказали сами дальнобойщики, большая часть из них уже пересекли границу. Мы 34 машины выехали. В Татики до дома, но кто на Украину? Пусти, пусти. Да нет, было и граждане, чтобы выехали. Было на пуску 34 машины. Ну, может, стоят стоянки отсюда. Тут много машин было. Звучит, выехали машин 20, наверное. И еще вопрос задавали, что будут тормозиты в Куличкове. Они сказали, там этот акт есть. Печаток поставили. Говорят, все, должно поедать. Сложнее была ситуация с теми дальнобойщиками, которые направлялись в другие регионы России для выгрузки или загрузки товаров. В течение дня водителям говорили, что решение по ним еще не принято. Нужно ждать. Но вот сколько ждать, не объясняли. Мы с Васем Вася были в митнице, на таможне их продлевать срок доставки. Там питали вообще никакой конкретно. Но продлеваете? Ну, мы сдали документы. Но уже к 17 часам по Москве, это 4 вечера по Киеву, водителям сообщили, что они могут покинуть стоянки и ехать на растаможку, разгрузку или продление документов. Так как из-за 4-х суточного простоя многие водители просрочили доставку груза. Ну, то есть, как Вы видите, ситуация постепенно стабилизируется, ну, а перевозчики и грузополучатели в Украине, в России и Европейском Союзе подсчитывают понесенные из-за блокад убытки. Студия. Спасибо. Руслан Смещук был на связи с подробностями. Полицейского, застрелившего 17-летнего Михаила Медведева обвиняют в том, что он сделал это осознанно. Главный военный прокурор Украины сегодня назвал его имя. Это патрульный Сергей Алиник. Его сегодня задержали и объявили подозрения сразу по нескольким статьям, в том числе умышленное убийство и превышение служебных полномочий. Анатолий Матиос обнародовал видеопогони. Эти кадры, в частности, и стали основанием для обвинения Алиника. Напомню, по машине БМВ, за рулем которой был Ростислав Храпачевский, перевозивший наркотики и нанесший травмы полицейскому, выпустили 37 пуль. А как произошло убийство, рассказал Анатолий Матиос. Когда автомобиль БМВ остановился на улице Сирка в городе Киеве, правоохоронец подбег к нему и совершил один пострел, почти в притул в левое водительское скло. Именно этот пострел и был, на жаль, смертельным для пасажира автомобиля Юнака Медведева. И прямо в эти минуты полицейскому избирают меру пресечения в Печерском суде столицы. Прокуратура требует арестовать патрульного. Последние новости оттуда расскажет Ольга Теребинская. Оля, ты в эфире. Есть ли уже решения и какие подробности этого разбирательства тебе удалось узнать? Прошу. Здравствуй, Алексей. В Печерском суде, в райсуде столицы уже четвертый час избирают меру пресечения Сергею Олейнику, лейтенанту полиции. Напомню, именно ему сегодня прокуратура Киева объявила о подозрении по трем статьям, в том числе и умышленном убийстве 17-летнего юноши, который находился в БМВ во время той самой голливудской погони. 7 февраля прокуратура настаивает на содержании под стражей. Сторона обвинувачения вважает, что гражданину Олейнику необходимо брать наибольший суворий запобежный заход в виде тримания под вартою, враховывая, что он вчинил насильницкий злочин, за который законом предбачено покарание в виде дуличного подбаления в воле, конфискацией майна. И, согласно статье 12 Криминального кодекса Украины, относится к категории тяжких. Подозреваемый до работы в полиции еще год проработал в милиции следователями. И прокуроры считают, что при иной мере пресечения у него будет достаточно времени и связи для того, чтобы как-то повлиять на ход следствия. Но вот у адвокатов иное мнение. Водитель, который находится за кермом, который пребывал в стадии наркотического спинения, но мы сейчас должны понять, что это софистика, виноват полиции с метою належного защита. Я прошу затосовывать к нему запобежный защит в виде целодобного домашнего ареста с насильным электронным пристрелом. Слово предоставили и самому подозреваемому. Он говорит, действовал абсолютно законно. Водитель, когда исследования автомобиля БМВ, у меня не было никакого умысла, направленного на, не дай Бог, позбавление жизни. И совершил пострелы, исключительно, чтобы повредить автомобиль БМВ, чтобы шляхом повредения он остановился. Чтобы, не дай Бог, он не задал невиправданных сбитков іншим людям, іншим участникам дорожнього руху. Я сегодня пришел к прокуратуре, как и все мои коллеги, за викликом в якости святка. И поведомили меня про подозрев, что я навмисно позбавил життя іншой людини. Суд все еще продолжается, так что пока что неизвестно, какую меру пресечения изберут Олейнику. Если до конца нашего выпуска мы что-то узнаем, то мы обязательно об этом сообщим. Алексей? Единственное, что хочется вспомнить, как через несколько часов после этой трагедии министр Аваков и его помощник Геращенко, помнишь, Оля, назвали все то, что произошло, вполне законным, а действия полицейских обоснованными. Вот как все обернулось. Спасибо, это была Ольга Теребинская из-под Печерского райсюда столицы. Там избирают меру пресечения полицейскому, которого обвиняют в умышленном убийстве человека. Михаил Саакашвили утверждает, что СБУ объявило ему войну. И связывает это с тем, что в области теперь закрыты источники коррупционных доходов СБУшников. В частности, связанных с таможней, нелегальным игорным бизнесом, обменом валюты, контрабандой сигарет. Об этом одесский губернатор написал на своей странице в Фейсбуке. Мало того, по словам Саакашвили, якобы были наняты две группы, чтобы следить за ним и его сотрудниками. Мы обратились за комментариями в СБУ и вот как там ответили. Мы осуществляем свою работу процессуальным путем, а не в Фейсбуке. Другой скандал на вочине Саакашливили. Город Ильичевск сегодня официально стал Черноморском и тут же отличился. По какому поводу сотрудники СБУ нагрянули в местную полицию, кого там нашли и в какой скандал все это вылилось, все подробности от наших корреспондентов. Полицейские в Ильичевске, то есть в Черноморске, пытали в райотделе задержанного и требовали переписать на них имущество. На место прибыли и бойцы спецподразделения «Альфа», но аресты не производили. Был там и начальник областной полиции. Информацию об инциденте в Фейсбуке разместил оппозиционер Вадим Рабинович и потребовал объяснений от областных правоохранителей. Мы должны прекратить быть лопоухими какими-то. Мы не верим этим Кашпировским, которые приезжают к нам и говорят, мы лучшие, мы лучшие. Я вижу, какие они лучшие. Что они творят? Такого не творила даже наша ментовка, не творила того, что делает полиция. Вот пусть теперь они ответят на этот вопрос, пусть лорд Кипанидзе скажет, как он назначал этого человека. И, ну, я не знаю, пусть одесситы дают этому достойную оценку. И Георгий лорд Кипанидзе отреагировал на произошедшее. Заявил его подчиненные. Никого не пытали, а объявляли о подозрении мужчине, который совершил разбойное нападение. Что там делало СБУ, точно не знает. Нет, как они мне объяснили, что у них было какое-то заявление. Есть заявление, что там граждане держали незаконно лиц и питали. Такое, я вчера ничего не увидел. А вот военная прокуратура увидела. Вместе с СБУ ее сотрудники тоже дали сегодня пресс-конференцию. Говорят, позавчера к ним обратились жители Черноморска. Мол, еще с субботы их родственника местные полицейские незаконно удерживают и пытают в городе. Во время обыска эта информация, дескать, подтвердилась. Было проведено процессуальное действие. Проведено было очень корректно в административном здании полиции, где был установлен этот человек. Можно констатовать, что в ней наявны окременные телесные ушкоджения. Механизм нанесения будет установлен уже в ходе проведения судово-медичной экспертизы. Уголовное производство открыто сразу по нескольким статьям, но пока никто из полицейских не задержан. В прокуратуре говорят, сейчас собирают доказательства, устанавливают круг подозреваемых, кто и что делал. Скандал в Черноморске вызвал резонанс, но, похоже, это только начало. Другие подробности в военной прокуратуре собираются обнародовать уже на следующей неделе. Тогда, очевидно, будет известно, сколько полицейских участвовало в пытках и давал ли им кто-то такое указание. Катерина Марченко, Алексей Ивченко, подробности телеканал Интер. Скандал в компании «Укргаздобыча». В СМИ появилась информация, что весной прошлого года бывшие директора госпредприятия организовали фейковый тендер и закупили китайское оборудование для бурения и добычи газа почти за 6 миллионов долларов. Вместо 3,5 за аналогичное, немецкое. Причем действовали через посредника, некую британскую фирму. Вот что говорят эксперты энергорынка. Действительно ли бывшие чиновники «Укргаздобыча» организовали коррупционную схему? И если да, то кто им помог? Мы будем разбираться в этом скандале. Продолжение истории смотрите в следующих выпусках подробностей. 2000-й коллектив «Киевгаза» обратился с открытым письмом к президенту и мэру столицы. Просит взять под личный контроль ситуацию вокруг предприятия. Сотрудники жалуются, что уже два года его пытаются захватить райдеры, организовывая периодически то силовые захваты, то клеветническую информационную кампанию в СМИ. На общем собрании сегодня также говорили об угрозах от публичных лиц. Их имен, правда, не назвали, которые фактически призвали к физическому захвату предприятия. Из-за этого коллектив опасается возможных ЧП и диверсий на газовых сетях города. Скандал вокруг «Киевгаза», уверяют сотрудники, негативно сказывается и на их работе и мешает эффективному исполнению своих обязанностей. Есть ряд сил, которые в угоду своим политическим интересам ставят под загрозу безопасное и безаварийное поставление природного газа в Киеве. Все напады на наше предприятие имеют четкие знаки райдерского захопления нашего предприятия. Поэтому мы, коллектив, не позволим новому смотрящему и его напарникам в Киеве захопить предприятие коммунальной власти. Атака на военный объект Запорожской области. С помощью дронов ночью в Кубышевском районе забросали снарядами с зажигательной смесью склады с боеприпасами. Насколько мощными были взрывы, откуда зашел враг и кто он, выясняли наши корреспонденты. Воинские склады, которые подверглись атаке с воздуха, находятся в лесу, в нескольких километрах от села Вершина. Это почти на границе с Донецкой областью. Вчера около половины девятого вечера на голове военных палились зажигательные смеси. Неизвестные лица с помощью беспилотных летательных аппаратов скинули на территорию этого объекта порядка 50 зажигательных снарядов. Тип, классификация. Сейчас наши специалисты работают, устанавливают, что именно было сброшено. Беспилотники летали в течение двух часов. Увидеть и сбить их в темноте задача почти нереальная. В результате загорелись, а потом истетонировали хранившиеся боекомплекты. Звуки разрывов были слышны за десятки километров. Начало десятого телевизора. Слышу, думаю, с чего упало, что-то гухнуло. Телевизор работает. Потом опять слышу второй раз гупнул. А потом где-то я уже на пол первого ночи выводил собаку. Смотрю зарево там. Проехать к месту происшествия нельзя. Периметр оцеплен военными и сотрудниками службы безопасности. Да и дороги размыты. Следственно, оперативную группу и взрывотехников, которые там работали, обратно спогли доставить только на гусеничной бронетехнике. Военные говорят, полностью ликвидировать последствия возгорания удалось только сегодня к обеду. Жертв нет. Но один военнослужащий получил ожоги. Сейчас правоохранители усиленно ищут тех, кто устроил диверсию в тылу. Это событие находится в одной череде событий, которые случились в минувшем месяце на территории складов РАУ в Балаклее, Харьковской области. Враг не дремлет, диверсионные разведливые группы продолжают работать. В связи с ЧП в области обещают усилить меры безопасности, а жителей просят не паниковать. Александр Пантелеймонов, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности. Телеканал Интер. Запорожская область. На Мариупольском направлении не утихают вражеские обстрелы. Только за сегодняшнее утро боевики уже четыре раза накрывали огнем наши позиции. В ход шли даже минометы. Жарче всего сейчас под Марьинкой. Из-за активизации боевых действий военные были вынуждены там даже перекрыть пункт пропуска. Уже вторую неделю на этих позициях не утихает стрельба. Командир зенитного расчета держит в руках стабилизатор от вражеской минометной мины. Накануне ночью она прилетела в их расположение. Только чудом тут никто не пострадал. Страшное оружие. Сами видите, флаг на лицо. Металл хороший, а как фольга разлетается. Ну и месили час нас. Долго. А вот соседям зенитчиков повезло меньше. За минувшую ночь в подразделении один раненый. Да и днем на окраине Марьинки небезопасно. Кокопам приходится пробираться короткими перебежками. Давай по одному кто там с камерой. Сейчас затишье под Марьинкой весьма условное. То тут, то там слышны выстрелы. Скорее всего работает снайпер. Но вот несколько минут назад из-за так называемого террикона крокодил явно был слышен залп градов. Военные предполагают, что скорее всего боевики работали по пескам. Вражеская артиллерия активно работает в этом районе уже вторую неделю. По данным военных, боевики спешно стягивают сюда живую силу и технику. Нас пристреливали, это однозначно. Потому что вложили сначала туда, по ГЕО обстреляли, по той стороне центральной обстреляли. Переместились на Ленина. Из четырех мин пристреляли позицию. Подозрения не напрасны, говорит пресс-офицер 14-й бригады. Совсем недавно местных боевиков сменили профессиональные российские военные. Спецназ «Белый медведь». Под вечер на позициях снова неприятные новости от разведки. Сегодня ночью боевики планируют прорыв на этом направлении. Наши военные в полной боевой готовности. Говорят, если информация подтвердится, встретят врага достойно. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Исторический вояж. Барак Обама объявил, что в следующем месяце посетит Кубу. Это будет первый визит американского президента на остров свободы за почти 90 лет. С подробностями из Вашингтона наш собственный корреспондент Тихон Зятко. Только за последнюю неделю это уже вторая новость, которая касается Кубы и которую называют исторической. Сначала первое за столетие встреча Патриарха и Папы Римского в Гаване. Теперь визит президента США. Барак Обама и его супруга Мишель посетят Кубу 21 и 22 марта. Пока деталей не так много. Известно, что американский президент встретится с кубинским лидером Раулем Кастро. Также Обама пообщается с представителями гражданского общества. Визит, как пишет Обама в своем блоге, также даст возможность приложить усилия, которые помогут улучшить жизнь кубинцев. О скором визите на Кубу Обама сообщал в декабре, но говорил, что это будет возможно в случае изменения ситуации с демократией на острове свободы. Теперь в Белом доме, судя по всему, считают, что условия выполнены. Посещение Обамы и Кубы станет первым визитом американского лидера туда за последние 88 лет. Впрочем, не первой встречей с кубинским лидером Кастро. Обама общался с ним в апреле в Панаме. За несколько месяцев до этого в Вашингтоне и Гаване объявили о начале процесса налаживания двусторонних отношений, экономических, политических и торговых. В июле были восстановлены дипломатические отношения между США и Кубой. Наша нация разделяет всего 90 миль. Нас связывают дружеские и семейные связи. Но между нашими правительствами были серьезные разногласия. «Правительство США придерживалось политики, которая не работала. Прогресс, который мы видим, сегодня подтверждает, что мы не должны находиться в плену прошлого. Если что-то не работает, мы можем исправить это, и мы это сделаем». Визит Барака Обамы на Кубу станет, пожалуй, финальной точкой в осуществлении этого прогресса. Ведь уже сейчас нормализация отношений очевидна. Буквально на днях было объявлено о возобновлении прямого авиасообщения до 110 рейсов в день. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Как целый город в Австралии заблокировала сено? Почему брюссельские власти обвиняют в дорожных заторах мышей? И зачем статуэтки Оскара сделали пластическую операцию? Об этом они только дали в нашем обзоре. Брюссельские власти утверждают, пробки на дорогах города возникают из-за мышей. На заседании городского парламента чиновники заявили, были готовы провести капитальную реконструкцию магистрали, однако все планы дорожных развязок съели голодные грызуны. Документы хранили в простенке одного из мостов. Теперь реконструкция может отодвинуться на годы. Проблема пробок в столице ЕС одна из самых насущных. Австралийский городок Вангарата утопает в сорняках. Бурьян перекати поля устилает сады, лезет в окна домов и гаражей. Пушистая перина иногда достигает крыш. В двери приходится буквально продираться. Местные жители устали от бесконечной уборки. Бурьян появляется в Австралии летом, когда в стране стоит сухая жаркая погода. Подобное явление даже прозвали волосатой паникой. Статуэтка «Оскар» меняет внешний облик. Американская киноакадемия сменила производителя самой желанной наградой в мире кино. Отныне статуэтка будет выглядеть, как в 29-м, когда ее впервые вручили Эмилю Дженнингсу в номинации «Лучший актер». Такое решение в Академии объяснили желанием вернуться к «Золотому веку» Голливуда. Обновленные «Оскары» вручат уже на ближайшей церемонии 28 февраля. Журналисты выяснили, какими псевдонимами пользуются звезды для регистрации в отелях. Как оказалось, знаменитости выбирают имена любимых героев мультфильмов, сериалов и даже клички домашних питомцев. Так, Ким Кардашьян бронировала номер под именем диснеевской принцессы Жасмин. Джей-Зи и Байонсе представились Фрэнком Синатрой и Ингрид Джексон. А Перис Хилтон регистрировалась под именем Тинкербелл. Так зовут ее собаку. А сейчас узнаем последние новости из администрации президента. Напомню, сегодня там снова вечернее совещание. На этот раз Порошенко встречается с министрами, делегированными в Кабмин от блока БПП. Геннадий Вивденко следит за событием. Гена, приветствую. Премьер сегодня призвал всех взяться за руки и идти в светлое будущее. Интересно, что министрам советует президент? Ну вот все, что пока известно, Алексей. Несколько минут назад удалось пообщаться с министром соцполитики Розенко. Он сообщил, что встреча с президентом закончена. Присутствовало шесть министров. Перечислять их он отказался. Сказал лишь то, что Петр Порошенко поставил перед конкретной ним задачу в период правительственного кризиса обеспечить соцвыплаты. Судя по всему, министры от БПП остаются в правительстве. Впрочем, прошу дать прямую речь. Меня лично наймало на работу коалиции, чтобы высунуть фракцию блока Петра Порошенко на свою посаду. И, безумовно, мое политическое будущее будет зависеть от тех переговоров, которые сегодня проходят в Верховной Раде Украины и от думки фракции блока Петра Порошенко. Ну, ты понял, что главный вопрос, как министры от блока Петра Порошенко будут работать в правительстве, которое не удалось отправить в отставку. Впрочем, глава государства уже попросил свою фракцию не разъезжаться по регионам. Возможно, вопрос об отставке правительства будет поставлен вновь. Пока все, что известно, Алексей. Ну, как будут работать Гена? Как и весь Кабмин, забудут о парламентской порке и будут делать хорошую мину при какой уж игре. Посмотрим далее. Это был Геннадий Вивденко с нами на связи из-под администрации президента. На этом, собственно, на сегодня у нас все. Это были подробности. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин